Папа Мэйзи бросил свою рок-группу и наконец-то нашел работу. Да какую! Теперь он сотрудник аквапарка! Скорее бы прокатиться на безумной горке! Но точно такая горка у них стоит на заднем дворе. Нет, Мэйзи не туда смотрит. Теперь ее папа работает в месте, в котором мечтает побывать любой ребенок. Невероятно! Горки от самых облаков с мягким и освежающим погружением в воду со скоростью света. Здесь можно с ума сойти от счастья! Мэйзи уже не терпится окунуться в это веселье. Сейчас она уверена, что у нее лучший папа на свете. Эй, а это еще кто? Почему он не дает веселиться? Это охранник, понятно. Эдакий Гринч в аквапарке. Оказывается, нельзя прыгать в бассейн. Но кто мог знать? Мэйзи не умеет читать дурацкие таблички. А за нарушение правил здесь строгие наказания. Неужели из-за дочери папа потеряет работу в первый день? Но ничего, она все равно любит своего папочку. Ничего страшного, построим свой аквапарк. Он будет в тысячу раз круче и по поле там будет самым главным. Идея дочери ему понравилась. Для начала розовый фламинго вместо спасателей. Тонуть, глядя на них, приятней. А Мэйзи тем временем придумывает правила поведения. Интересно, можно ли в ее аквапарке нырять? Конечно, можно, даже нужно. Мэйзи не любит дурацкие правила. Из-за них папу постоянно увольняют. Папа считает, что не стоит портить бумагу. Она может пригодиться для оформления. Бюджет их бизнеса ничтожен. А цветная гирлянда создает атмосферу вечного праздника. Ну круто же получилось. А главное, что бесплатно. Может, что-то из кокоса папа придумает? Отличный бросок. Это трехочковый, и Никс становится чемпионами. В домашнем аквапарке, наконец-то, первые посетители. Они явно другое ожидали увидеть, а не стройку в полном разгаре. На самом деле осталось несколько завершающих штрихов, и все готово. Видимо, эти посетители неправильно все поняли. Нужно читать мелкий шрифт. Может, золотая карта клиента заставит их остаться и помочь? Золото их так манит, но работать не очень хочется. Внутри ураган, и они не удержались. Теперь есть бесплатные наемные работники. Начинать с конфликта с Мэйзи – плохая идея. Они не знают, с кем связались. Малышка задаст им жару. Что, тяжело работать, когда в тебя тычут трезубцем? Их терпение слишком быстро закончилось. Они тут же позвали папу, чтобы пожаловаться. Вот ее обиды. Мэйзи нужно чем-то занять. Как насчет игры? Нужно вписать шесть предметов желтого цвета. Посмотрим, насколько хватит непоседы. О, она быстро смекнула, что все подсказки прямо перед ней. Но она смогла найти лишь два предмета. Помогите ей. Напишите в комментариях, где еще четыре предмета желтого цвета. Спасибо. Моника таскает тяжелые инструменты. А Том несет зонт. И вообще, зачем он ему? В прогнозе ведь не было дождя. Вау, а теперь все стало понятно. А Том не так глуп, как кажется. А топилок зонт не очень помогает. Не такой уж Том и предусмотрительный. А Моника выпилила крутой серф. Да, волн в бассейне не бывает. Но как декор, серфы это стильно. Том не придумал новое развлечение. Еще не запатентованная его авторская игра. Водный баскетбол. Звучит интригующе, выглядит странно. Моника решила попробовать. Ой, что-то ей не везет. Муж считает все дело в технике. Нужно почувствовать мяч. Нужно стать мячом. И просто попасть в заветную цель. О, парень слегка перестарался. А вот папа Мэйзи уже стал мячом. Вот это прыжок. И точно в цель. Поздравляем, это безоговорочная победа. Стройка аквапарка – дело непростое. Впереди еще уйма работы. Тому и Монике предстоит соорудить огромную горку в соответствии с проектом. Это выглядит слишком сложно. И папа тоже молодец. Нашел кому доверить такую ответственную задачу. Тем не менее, они стараются. Порой одних стараний маловато. Им бы опыт в строительстве аквапарков не помешал. А то совсем ничего не выходит. С проектом они не разобрались. Но Мэйзи умеет подбадривать. Ей нравится то, что получилось. Ведь это плод, на котором можно переплыть океан. Даже папа пришел посмотреть. Ему тоже нравится. Все-таки у Тома и Моники талант. Правда, с чертежами результат лучше не сверять. Самое главное, чтобы Мэйзи была довольна. А ей же очень нравится путешествовать под алыми парусами. Том и Моника с нетерпением ждут, пока маленькая начальница оценит их работу. Получить ее одобрение сложнее, чем кажется. Мэйзи не впечатлена своими работниками. Она планирует сделать свой аквапарк лучшим в мире. Для таких целей нужны надежные люди. Но, к счастью, она знает, как все исправить. Малышка отправляется в горячую точку на секретную операцию по шпионажу. Она фиксирует на камеру вражеские позиции. И отправляет снимки своим безалаберным работникам, чтобы они, наконец, поняли, чего не хватает. Нужна большая горка, и она будет любой ценой. В конце концов, они тоже заинтересованы в крутом досуге. Не обязательно увеличивать горку. Можно уменьшить катающихся. Одна машинка приземлилась не в тот бассейн. Папа Мэйзи такой наглости не потерпит. Этот спуск им дорого обойдется. Нужно срочно спасать ситуацию. У Тома есть идея. Как насчет кубиков льда для вашего коктейля? Такие посетители горки ему нравятся. Это отличная идея. Моника с Томом решили, что нужно побольше льда. Вот глупцы. Бассейн может замерзнуть, и папу придется выдалбливать из толщи льда, словно мамонта. Теперь мистер Джексон проверяет результаты работы обладателей золотой карты. Горка ему нравится. Все в соответствии с проектом. Бар тоже идеален. Точь в точь, как на картинке. А это еще что? Откуда на шезлонге? Неизвестный мужик. Том может все объяснить. На фотографиях Мэйзи такой же мужик. И этого Том построил сам. Рыбалка – это медитация для мужчин. Оу, у Тома клюет. Везучий он сегодня. Мистеру Джексону тоже стоит попробовать. Минуточку. Неужели Том взял рыбок из аквариума и пустил в бассейн для рыбалки? Как он вообще до этого додумался? Сейчас мистер Джексон как порыбачит. Упс. Но не всем везет с первого раза. Хотя газировка – это хороший улов. Рыбачить с жаждой не гоже. Мистер Джексон не напился. Ого, он там что, цистерну с колой тащит? А, теперь все понятно. У Тома тоже пересохло в горле от страха. Но он не заслужил. Справедливость все-таки восторжествовала. Совместная работа сблизила Тома и Монику. Во всяком случае, так кажется Тому. С этими ножницами в руках она такая красивая и опасная одновременно. Романтик решил отправить записку с комплиментами своей музе. Но кораблик без паруса и весел плыть не хочет. Влюбленный глупец поднял такие волны, что Монику накрыло цунами. Свидание вечером ему не светит. Мистеру Джексону тоже не нравится, когда в его бассейне плавают посторонние предметы. А это все-таки его аквапарк. В наказании парня ждет специальное задание. Бедолаге придется чистить воду в бассейне, пока она не станет питьевой. Моника придумала тир для развлечения посетителей. Моника не могла пройти мимо. А мимо мишени попасть могла. Мистер Джексон с юга. Он стрелял еще с соской во рту. Но сегодня у него, похоже, сбился прицел. Дайте ему еще одну попытку. Отличный выстрел. Сразу все мишени выбиты. Моника впечатлена такой меткостью. Пора бы протестировать волейбол. А Том хорош. Похоже, он много тренировался. Это уже уровень профессионального спортсмена. Моника проигрывает в сухую. Все ее подачи отбиваются, как бы она ни старалась. Она не любит проигрывать. Последняя подача. И снова Том отбил. Она должна признать. Он хорош. Это честная победа. Эй, Том, что с тобой? Видимо, уже зазнался. Время для чемпионского рукопожатия. Мистер Джексон вовсю отдыхает в недостроенном аквапарке. А мог бы и помочь, а не только давать указания. Постоянно ему надо подавать лед для коктейля. Работа на ленивых людей каторга. Том решил специально для него построить столик для бассейна. И у него прикольно получилось. Осталось только наполнить льдом и содовой. Но Том решил наполнить всем холодным, что было. Все, лишь бы строгий начальник был доволен. Мистеру Джексону такое изобретение понравилось. Теперь не нужно никого звать. Холодные напитки всегда под рукой. Только что это Том со льдом забросил в попыхах в посуду. Видимо, все, что попалось под руку. Да, там брокколи, наггетсы. Самому Тому так нравится. Он хотел как лучше. Кто-то обрызгал мистера Джексона. Это не сойдет с рук наглеца. Неужели это Том набрался храбрости? Ничего себе. Он такой уверенный сегодня. Значит, ему нужно быть готовым к ответному удару. Мистер Джексон мощный мужик. Но и Том не промах. Даже Моника не смогла сдержать эмоций. Эй, Том, ты там как? Бедолага без очков не видит ничего. Но он должен ответить. Ловите, мистер Джексон. Упс. Но кто в такой момент ест мороженое? Мистер Джексон просто издевается над подчиненными. Может, хватит? Он ведь им даже зарплату не платит. Моника решила приготовить пунж по рецепту своей прабабушки-ведьмы. Важно точно соблюдать пропорции ингредиентов. А то однажды у нее так вырос хвост. Ошибки недопустимы. Хм, желейные рыбки? Это странно. Надеюсь, она знает, что делает. А вот и мистер Джексон. И он увидел волшебный пунж. Но глупец подумал, что это аквариум и теперь переживает за рыб. Забавно, как он ищет врача. А еще забавнее, как он пытается реанимировать желейную рыбку. На самом деле это даже мило, хоть и очень глупо. Откуда у него желейный дефибриллятор? Я уже начинаю переживать за него. И немного даже за рыбку. Том давно подозревал, что начальник сумасшедший. На других он никогда не работал. Строитель думал, что сможет спокойно освежиться напитком. Наивный парень не стесняется своей любви к желейным рыбкам. Моника для него и готовила этот пунж. Мистер Джексон его чуть не убил. Вовремя Том достал наклейку, а раньше нельзя было. На самом деле Том надеялся во время работы хорошенько загореть. Незаметно нанести крем для загара не получится. Мистер Джексон хочет проучить ленивого работника. Пока Том не видит, он убрал зеркало. Новое отражение ему понравится. Ты как, дружище? Ух, жуть! Как можно было так резко сгореть? Том в шоке. А папа Мэйзи весьма коварный пранкер. Стройка окончена. Пора торжественно перерезать красную ленту. Это должен сделать начальник. Сейчас толпа счастливых посетителей заполнит все пространство. Мэйзи счастлива. Наконец она сможет оторваться в аквапарке. Но у Тома и Моники паника. Они переживают, что все, что они создавали тяжелым трудом, разнесут в один миг. Запрет на прыжки в воду? Неужели он думает, что кто-то послушается? Но не все же вместе. Налетай, народ. Хорошо, что Том всегда ходит с зонтиком. Не такой уж он и чудак. А посетители выглядят счастливыми. Значит, бизнес на правильном пути. Осталось только как следует оторваться. Мэйзи просто в восторге. Она, наверное, спешит поблагодарить папочку за осуществленную мечту. Или нет? О, это же мама вернулась с работы. Она успешный адвокат. И сегодня у нее есть сюрприз. Билеты в Луна Парк. Это еще одна мечта их малышки. Мэйзи, давай закроем глазки. Смотри. Луна Парк. Мир ярких и безумных аттракционов. Мэйзи мечтала об этом дне. Любимый папочка словно волшебник. Она долго копила деньги с обеда в школе. Из-за этого похудела на 7 килограмм. Будь проклята, инфляция. К ценнику прибавился еще один ноль. Неужели мечтам не суждено осуществиться? Ну уж нет. Рано грустить. Папочка решил устроить собственный бесплатный парк аттракционов в доме. Папа готов на все ради улыбки доченьки. Если нужно сделать качелю, он берет и делает ее. Вы только посмотрите. Я была бы не прочь на такой покататься. Но она уже занята малышкой, которая вовсю рассекает воздух то вверх, то вниз. Даже мама пришла посмотреть, ей нравится. Она просто еще не знает, что папа использовал бельевую веревку, и вся стирка валяется на полу. Кому-то за это придется ответить. От волнения у папы поднимается температура. Так пусть просушит вещи. Мэйзи решила попросить у отца немного карманных денег. Но в парке аттракционов ничего не достается просто так. Ей придется угадать, в каком из шариков спрятаны купюры. Теперь ей придется надеяться только на удачу. И отыскать, в каком именно спрятан клад. Эй, ребята, подскажите в комментариях, в каком шарике деньги, а то она сейчас все полопает. Вкусы мамы и папы слишком разные. Они снова спорят. И все-таки противоположности притягиваются. Так спор никогда не решится, и стена останется прежней. Кто-то точно должен вмешаться. Может, Мэйзи? Она обожает вырезать цветных лошадок. Родителям стоит брать пример с малышки. Меньше споров — больше дела. Лучше вместе декорировать стену веселыми лошадками и самим повеселиться. Стена в Луна-парке должна быть не такой, как хочет мама или папа, а такой, как захочет дочь. Колесо обозрения в мягких облаках. А Мэйзи сделала гирлянду из лошадок на карусели. Превосходно! Быть мамой — тяжелая работа. Еще и без зарплаты. Мыть посуду — это слишком скучно. У папы есть крутая идея. В Луна-парке открывается новый аттракцион. Тир с водяным пистолетом. Мыть посуду отныне — одно удовольствие. Невозможно остановиться. А самым метким полагается приз — сладкий десерт. У мамы явно талант снайпера. Кто знает, может, она что-то скрывает о своем прошлом. Тарелки чистые и блестят. Но вот беда. Кому-то теперь нужно убрать пол. Конечно, победителю. Папочка сделал для Мэйзи лабиринт. Выбраться из него — целое приключение. Только вперед, Мэйзи! Не останавливайся на пути к своим целям. Какой-то бесконечный этот лабиринт. Папа даже решил почитать, пока дочь пытается выбраться из ловушки. Она совсем запуталась. Куда идти — непонятно, а папа умудрился уснуть. Вот чудак, мама по всему дому ищет Мэйзи. Где же спряталась малышка? Безответственная администрация Луна-парка должна разобраться в этом вопросе немедленно. Сколько времени Мэйзи провела в лабиринте? Целую вечность! Папе пока непонятно, как работает новый аттракцион. Зато у Мэйзи есть мысли на этот счет. Папе лучше не высовываться, иначе его ждет сюрприз. Он просто гвоздь, который нужно забить. Дочка сильно вошла в азарт. Папа даже не успевает ей объяснить, что игра неисправна. Нужно ведь бить по мягкой игрушке, а не по его макушке. Да уж, так не очень интересно. А у папы сильно разболелась голова. Еще и разъяренная мама напоминает об уборке. Но папа на сегодня все закончился. Папа насмотрелся видео на Ютубе и решил, что он иллюзионист. Он приготовил уникальное шоу, которое потрясет любого зрителя. Фокус с исчезновением дочери. И Мэйзи превратилась в цветочек. Теперь ее только поливай все время и все. Маму такая магия напугала до истерики. Ну что там? Кулер? Серьезно? Маме поплохело от таких фокусов. И папа ее освежил. Еще одна попытка, и мы очень надеемся, что она будет удачной. Все точно должно получиться. Так, стоп. Это точно не Мэйзи. Она была девочкой. Шутки с магией очень опасны. Вот как теперь вернуть дочь и этого паренька обратно? Фокус явно вышел из-под контроля. Этот парень тоже. Не давайте детям много сладкого. Конечно, приятно, что ему понравились аттракционы. Но наверняка его ищут родители. И к тому же его время на развлечение истекло. Парнише придется раскошелиться. Хм, да он богач. Выгодная сделка. Ах, да, Мэйзи забыла предупредить родителей, что теперь она работает охранником в парке аттракционов. Как быстро растут дети. Хм, у семьи появилась возможность разбогатеть. А почему бы и нет? О, наш старый знакомый. Добро пожаловать. Жадным разрушителем детского счастья вход категорически запрещен. Папа чем-то увлеченно занят. А вынести мусор у него совсем нет времени. Это бесит маму. Он занят важным проектированием модели автомобиля для дочери. Папа слишком занят своими чертежами. Зато мама придумала, как перейти от теории к практике и сделать два дела сразу. Зачем выбрасывать мусор, если на нем может кататься дочь? Ой, не в том смысле. А в смысле, что из мусора можно соорудить автомобиль. Мэйзи в восторге от кабриолета. И ничего, что вместо колес ее ноги. Теперь она растекает хайвей. Только не превышайте скорость, мэм. Вот и первый арест малышки. Нужно сделать фото на память. Автомобиль придется конфисковать на время следствия. У папы новая идея для парка аттракционов. Батут, на котором Мэйзи сможет допрыгнуть до неба. Каркас легко сделать из старых металлических прутьев. Теперь нужно придумать, на чем будет прыгать дочь. Тут он и вспомнил про свою кожаную куртку. На рок-концерты он больше не пойдет. Маме понравилось милое изобретение отца. Его жертва ради дочери бесценна. Вселенная за это его щедро отблагодарила. Как же сильно он любит дочь. Новый аттракцион в гостиной для Мэйзи. Комната страха? Жуть! Что же там такое за шторой? Похоже, это Хаги-Ваги. Страшно представить. Нет, это дантист. Сколько это стоит? Ужас! Ну какой может быть парк аттракционов без попкорна? Точно не домашний. Мама как раз проголодалась и собралась посмотреть сериал. Но даже ей придется платить. Ничего личного, просто бизнес. На два бакса из ассортимента только вот это. Скудновато, но хочешь больше плати и никаких возвратов. Папа сделал для Мэйзи куклу-подругу. Ей можно менять костюмы по погоде и настроению. Но папа не сказал, что изначально он пытался сделать лошадку, и что-то пошло не так. Но какая теперь разница? Мэйзи счастлива, и это главное. Для папочки тоже есть сюрприз. Ему точно понравится бумажная футболка и галстук. Ему очень идет. Вот только под дождем в ней нельзя ходить. Еще один аттракцион. Сейчас проверим, как мама умеет обращаться с кольцами. Вау, весьма недурно. Все в цель. Мэйзи очень горда меткой мамочкой, которая вошла в кураж и уже не может остановиться. Вокруг видит только цели, в которые метка попадает. Но это невозможно. Кажется, ее новой целью вот-вот станет глава семьи. Вау, кольцо на пальце. Для мамы нет ничего невозможного. Ей не впервые кольцевать папу. Папа никак не успокоится. С тех пор, как он потерял работу, он еще не чувствовал себя таким живым. Парк пополнился еще одним интересным аттракционом. В одном из шариков вода. Надежда только на удачу. Папе сегодня не везет. С мамой все в точности да наоборот. Так не может продолжаться. Эй, папаша, откуда это ты собрался? Кажется, отец решил сразу и душ принять, пока играет. Ну вот и от мамочки отвернулась фортуна. Слухи о парке аттракционов в гостиной быстро разнеслись по городу. Ох уж этот Спрингфилд. Посетители — это живые деньги. Дополнительный заработок семье сейчас очень кстати. Посетители в восторге от самодельных аттракционов. Весене через край. Дети теряют контроль. Может, нужно было нанять охранника? Ну да, с одной Мэйзи сложно справиться, а с толпой детей и подавно. Главное, чтобы несущие стены уцелели. Папа так старался все это строить. А сейчас со слезами наблюдает, как все это рушится за считанные минуты. Ну хоть горка уцелела. Ладно, не уцелела. Грустно. Родители так старались ради Мэйзи. Столько сил вложили. И они окупились с лихвой. Теперь папочке не нужно искать работу. Они богаты. Начинается новая глава жизни семьи, в которой они могут позволить себе все, что захотят. К примеру, пойти в настоящий парк аттракционов. Эй, охранник, пропусти. О, Мэйзи здесь. Персона нон брата. Или, может, охранник обознался, и на фото вовсе не она? Посмотри внимательней, лузер. Аривидарчи злой страж. Мэйзи, пора прокатиться на безумных горках с папочкой. Парк развлечений – место, где сбываются мечты детей. Но порой они здесь и разрушаются. Дурацкие ограничения по росту. Кто вообще их придумал? Мэйзи с папой ехали сюда два часа, и так просто они не сдадутся. Небольшая хитрость. Из лайфхаков Трум Трик папочка отвлек работницу парка. Но директора не провести. Эти уловки уже прописаны в должностных инструкциях. Ему придется идти на крайние меры и уволить небдительную сотрудницу. Мэйзи так и не попала на аттракцион. Но она не из тех, кто сложит руки на пути к мечте. У нее с папой созрел новый план. Что если украсть работников и построить свой собственный парк аттракционов прямо в гостиной? Думаете, это безумие? Про все гениальные идеи так говорят. Так что меньше разговоров – больше дела. Впереди очень много работы. Ведь им придется построить Диснейленд в гостиной. Бывшая билетерша больше не допустит ошибок. И ни за что не потеряет работу. Эй, аккуратней. Мог бы извиниться из вежливости. Моника не любит, когда ее задирают. Школы и колледжа ей хватило на всю жизнь. Как тебе такое, Том? Кто высоко взлетает, тот больно падает. А пузыри – это интересная идея для аттракциона. Моника построила нечто невероятное. Выглядит круто. Мэйзи ждет, пока уйдет Моника, чтобы протестировать заманчивое развлечение. Ей нравится. Она сама порхает, словно воздушный шарик. Вот и папа вернулся с пробежки. Он ошибочно подумал, что Мэйзи в ловушке и ее нужно спасти. Но спасать от веселья здесь никого не нужно. Моника гордится своим изобретением и просит прибавки. За такую инициативу. Деньги отлично мотивируют работников. Вот она уже заканчивает колесо обозрения и просит Тома подать материалы. Но непредвиденный форс-мажор на строительной площадке приостановил стройку. Будить Мэйзи может быть опасно. Она словно ангелочек. Моника вдохновилась ее образом. Мэйзи будет символом этого аттракциона. Она не против быть музой. Том сколотил новый аттракцион и даже приготовил призы. Эй, а где он их взял? Что-то они слишком похожи на игрушки Мэйзи. Прямо один в один. О, вот и сама хозяйка парка аттракционов. Она заинтересовалась изобретением Тома. Мэйзи хочет выиграть поп-ит, но не знает, куда ударить. Напиши в комментариях подсказку малышке, если успел запомнить, где лежит желанный приз. Спасибо, дружище. Работники хорошо потрудились и даже успели утомиться. Спать на работе – это, конечно, вопиющая наглость, но они заслужили. Папа Мэйзи считает иначе. Он платит им деньги не за яркие сновидения. Но простаивать бизнес не должен. Поэтому у папы появилась идея, как получить выгоду из спящих работников. Теперь в парке появилась фотозона с персонажем. Всем нужны новые фотографии для постов в Инстаграм. Тем более с такими красавчиками – дело весьма прибыльное. Наши герои и выспались, и денег принесли предприятию. Ничего личного, просто бизнес. Том решил надуть бассейн. Насос он не нашел, но оказалось, что у него есть насос прямо под носом. От давления у бедолаги воздух аж из ушей пошел. Он решил заткнуть уши ваты, чтобы не пропускали, и попробовать еще разок. Вот теперь совсем другое дело. Бассейн готов. Осталось набрать в него воды и найти костюм спасателя. Немного пены не помешает. Все любят играть с пеной. Как иначе узнать, пойдет ли тебе борода и прическа афро. Томми хорошо справился, но не справился с Колой. Постоянно забывает, где у него рот. Ой, у него идея. Очень надеюсь, что она хорошая. Папа Мэйзи пришел проверить, как продвигается большая стройка. А что там делает Том? Стирка в бассейне – это уже наглость. Ему придется объясниться и загладить свою вину. Мэйзи обожает мини-маус. Поэтому Томми нужно сделать ростовую куклу для фото. Он быстро справился с поставленной задачей. Вроде похуже получилось. О, вот и Мэйзи с папой. Сейчас они дадут свою оценку. Мэйзи в восторге. Ей очень нравится. Нужно скорее сделать ей фото. А ну, сделай милое личико. Томми предлагают пофотографировать отца. Он не такой милый, как Мэйзи. Какой-то даже слишком угрюмый. Папа такой папа. Он совсем не умеет веселиться. У малышки возникла идея, как сделать жизнь папочки веселее. Его фото в паспорте давно пора освежить. Ей очень нравится, а значит, понравится всем. Эй, папочка, взгляни на себя. Это очень смешно. Теперь в аэропортах ему всегда будут улыбаться. А все благодаря Мэйзи. В парке развлечений обязательно должна быть лотерея. Все желают проверить свою удачу. Мэйзи сразу же выиграла. Ей сегодня везет. Целых 10 баксов ей послала вселенная через папин карман. Моника и Том тоже хотят обогатиться. Посмотрим, как им повезет. О, ну, а на что надеялись эти лузеры? Теперь они должны папе Мэйзи деньги. У Моники вычтут и зарплаты. Мэйзи решила еще раз попытать удачу и снова выигрыш. Этого не может быть. Алчные Моника и Том загорелись желанием разбогатеть. Но все, что делает с ними эта лотерея, это разоряет. Им придется до конца жизни работать бесплатно. Аэрохоккей — веселая забава. Том, как настоящий инженер, много времени уделяет чертежам. Шестизначная цифра — это повод отказаться от затеи. Это следует согласовать с главным спонсором проекта — с папой. Такой бюджет не предусмотрен, но есть вариант упростить идею. Ну вот, и не нужно тратить кучу денег. Обычная доска при правильном подходе легко превращается в бесплатный аэрохоккей. Бери и играй. Мэйзи уже не терпится утереть нос Томми. Эй, мог бы и поддаться, а он еще злорадствует. Сейчас папа разберется с этим вопросом. Его дочь никогда не должна плакать. Ну, держись, парень. Вау, вот это удар. Я не успеваю следить за шайбой, а она уже в воротах противника. Игра окончена, Томми. В любом парке аттракционов должен быть силомер. Томми слишком много внимания уделяет чертежам и расчетам. Материалы можно брать прямо в доме. Урок с аэрохоккеем он усвоил. Но, похоже, плохо. Вырывать трубы из сантехники точно не хорошая идея. Папу Мэйзи лучше не злить. Силомер готов. Ну, почти. Осталось только налить жидкость и протестировать устройство. Эй, Мэйзи, мэйзи, всегда рада помочь. Но малышка не поднимет такой тяжелый молот. Для этого у нее есть самый сильный в мире папа. Хоть бы не сломался аттракцион. Максимальная отметка. Действительно, самый сильный в мире папа. Мэйзи очень гордится им. Папочке пора подкрепиться и набраться еще сил. Он все руки испачкал. А теперь еще и холодильник. Нужно их срочно помыть. А вот зачем нужны были эти шланги. Придется Томми измерить силу папиного удара. Если не успеет вернуть все как было. Моника готова запускать первых посетителей. При продаже билета обязательно проверить рост клиента. К сожалению, этой девочке придется запретить. Отказывать детям в развлечениях нехорошо. Лучше помочь девочке обойти строгие правила. Как насчет газировки? О, девочка выросла аж на 10 сантиметров на глазах. И теперь может развлекаться. Ого, сколько детей. На всех газировки не хватит. Проще немного изменить правила и не лишать детей удовольствия. Парк аттракционов в гостиной работает по полной. Всем все нравится, кроме папы. Запущенный Мэйзи Дротик напомнил ему службу в армии. Зря его отвлекли от чтения. Он профессионал. Папа устроил целую спецоперацию по освобождению дочери. Но никого освобождать не надо. Все хорошо. Ребята просто играют. А папе лучше поспать. Он даже немного расстроился. Он планировал не оставлять живых. Ребята от страха спрятались. Военные так пугают. Так что хорошее укрытие вы нашли, ничего не скажешь. В отличие от фокусников. Их все обожают. Интересно, что у него в шляпе? Даже Томми и Моника замерли в ожидании магического чуда. Дорогая и милая Мэйзи сейчас покажет, что она нарисовала. И это мороженое. Для этого фокуса это важный момент. Просто помещаем рисунок в шляпу и достаем. Как вы думаете, что? Правильно, мороженое. Это невероятно. Мэйзи еще принесла рисунок. Неужели то же самое получится с хомяком? Папа слишком уверен, чтобы сомневаться. Вау, не может быть. Это настоящий хомяк. Настоящее чудо. У Томми и Моники весь мир перевернулся на глазах. Они такого никогда не видели. Теперь все их деньги. Деньги Мэйзи и папы. Они решили с вами воспользоваться магической шляпой. Том всегда мечтал быть вольным ковбоем. Монике его не понять. Эй, время чудес. Эй, почему-то шляпа не работает. Может, в какую-то кнопку надо нажать? Нет никакой кнопки, как и магии. Это все обман. Ради денег. Моника больше не верит в фокусы и сама делает мороженое. Но у нее клиенты не выбирают вкус. Колесо само выберет, что ты хочешь сегодня. Мэйзи устраивает такой вариант. Ей ведь постоянно везет. Колесо решила, что она хочет вишневое и угадала. Это же ее любимое. Вот это удача. Томми даже завидует немного. Он тоже решил попытать удачу. Ну что ж, давайте узнаем, что он отведает сегодня. Парню так часто не везло, что сейчас он просто обязан сорвать джекпот. Ему выпала земля и рыба. Его порция уже готова. Приятного аппетита, Томми. Дети так активно веселятся, что им часто хочется пить. Папа Мэйзи решил исправить эту проблему. Даже сам немного вспотел. Бесплатная вода для всех посетителей. А бесплатная, потому что дождевая. Ребята тут же пришли оценить обновку. Если за воду не надо платить, то Томми готов ее выпить всю. Однажды он так пытался выпить водопад. И Моника туда же жадность их погубит. Скупердяи выпили все до последней капли, ничего не оставив детям. Они сейчас буквально лопнут. Им срочно нужно в туалет, который, кстати, теперь платный. Скупой платит дважды. А наши работнички даже трижды деваться некуда. Моника придумала новый аттракцион. Шарики с водой, которыми нужно попадать в живую цель. Лучшего развлечения для детей и не придумать. Мэйзи только этим и занимается в школе. С первого раза точно в цель. Эй, Томми, ты напился? Том не любит оставаться в долгу. Девочкам лучше понадежней спрятаться. Все шары ловит Моника. Ни одного попадания. Пришло время коронного броска. Его точно не поймают девочки. А вот папа легко. Том уже жалеет, что родился на свет. Папа одним броском выбивает парня из игры. Настоящие стрелки в людей не стреляют. Том повесил мишень и тестирует свой лук. Хороший выстрел, и никто не пострадал. Значит, Том заслужил яблочко. А яблоко не считает его достойным себя. Или это кто-то так выстрелил? Мэйзи, ты молодец, но больше так не делай. Пожалуйста. Минуточку. Эй, мы же договаривались. Это может быть опасно. Бедолага еле успел забаррикадироваться в замке. Работники довольные осматривают свое творение. Получилось их, правда, очень круто. Здесь есть все, чтобы дети хорошо проводили время. Они буквально душу вложили в этот парк аттракционов. Большие молодцы. Кстати, пора бы получить оплату своего труда. Папа Мэйзи обещал их щедро отблагодарить. А он держит свое слово. Но им придется надеть повязку на глаза. Это уже семейная традиция. Вау, что происходит? Вот это сюрприз. Теперь Моника и Том владельцы собственного парка развлечений. О таком они даже мечтать не могли. Теперь у всех сбылись мечты и все счастливы. Скай так счастлива. Она предвкушает безудержное веселье. Ну давай же, заходи. Вау. Скай три года ждала лето. И, наконец-то, вот оно. Откуда в бассейне рыбы? Наверное, папа разводит для рыбалки. Вот чудак. Эй, полегче, мэмо. Любопытство одолело лень. И она намерена разобраться с беспорядками в бикини-ботом. О, цепочка. Наверное, это ожерелье. Да уж, такое под вечернее платье не наденешь. Зря она открыла слив. Как насчет покружиться в танце со стихией? Вау, где это Скай? А это еще кто? Неужели настоящая русалка? Нет, Скай, не привязывайся к ней. Поздно. Наверняка коварная русалка заколдовала бедную девочку. А может, она просто мечтала о подруге? А водичка на дне холодненькая. О, ну и мода в мире русалок. Придется Скай делать вид, что ей нравится эта одежда. Морская паутина от морских пауков. Ну и грязище. Нужно бы прибраться. Тут настолько давно не наводили порядок, что метла разваливается от старости. А робота-пылесоса нет. Как насчет хвоста новой подруги? Лучше не сопротивляйся, а тускай защекочет твою чешую. Как-то лучше. Заодно и пол помоет влажным хвостом. Пора бы разгрести эту кучу хлама. Ну и бардак же. Ого, какая большая ракушка. А что, если приложить к ней ухо? Упс, извините, мистер Краб. Но здесь не трейлерный парк. Убирайтесь со своей раковиной. А вот и русалка вернулась. Видимо, сегодня дождь в подводном мире. Бедолага вся промокла. Ого, с нее чешуя осыпается. А чешуйки такие блестящие, словно стразы. Может, сделать из них бижутерию и продавать в Инстаграме? Или декорировать эту грустную сцену? Не забывайте, Скай подросток. Она бы обклеила ее постерами, но постеров под водой нет. Русалке стоит не переусердствовать с сушкой и не превратиться в рыбные снеки. Зря она включила максимальный режим. Будем надеяться, что у нее, как у ящерицы, отрастает новый хвост. Скай в куче хлама нашла какой-то пазл. Как насчет того, чтобы собрать вместе с новой подругой? Будет весело. Странный пазл какой-то. И тут явно не хватает какой-то детали. Раз уж начали, нужно собрать до конца. Придется искать в этом бардаке утерянную часть. Русалки, оказывается, такие неряхи. Зато сокровищ тут больше, чем пазлов. Скай забыла свои очки и ничего не видит. Напишите в комментариях, если увидели недостающую часть пазла. О, так вот же она. Теперь пазл собран, и стало понятно, что это карта сокровищ. Так вот, что искали здесь пираты. А наши подруги с легкостью отыскали сундук летучего голландца. Они думали, это бижутерия. Русалка решила показать свой фотоальбом новой подруге. Скокотища какая. Это ее одноклассники. Какие чудики. Просто умора. Оказывается, русалку зовут Эмма Андерси. Наверное, латиноамериканка. Этот краш натолкнул Скай на интересную идею. Светильник, напоминающий Эмми о первой любви. Сразу лучше договориться не целовать его. Пенопласт в подводном мире на вес золота. Его лучше использовать по назначению и с умом. Это совсем не про Скай. Ну вот, она пробила дно. Говорят, нельзя один корабль потопить дважды. Но Скай видит цель, не видит препятствий. Нет ничего надежнее жвачки и скотча. А вот что она сделала с пенопластом. У этой ракушки должна быть большая жемчужина. Скай будет вместо нее? Вот удивятся искатели жемчуга. Выпускное платье Эммы ей больше не пригодится. А Скай нужен балдахин. Теперь она словно подводная принцесса, ждущая своего дельфина или аквалангиста, или серфера, хоть кого-то. Эмми понравилась идея. Хорошо бы декорировать этот трон цветными рыбками. Подруги вместе вырезали из цветной бумаги целый косяк рыб. Главное следить, чтобы гольфстрим их не унес. Скай завелась и решила еще осмотреться. И не зря. Эта инсталляция из ящиков и ракушек не несет никакого художественного смысла. Скай никогда не понимала современное искусство. Из этого можно сделать что-нибудь практичное. В детстве она обожала играть в песочнице. Одноклассники ее так и называли «мумия». Сейчас ей тоже нравится. Но она боится осуждения и насмешек. Поэтому свою песочницу лучше замаскировать под столик. Чтобы никто не догадался, столик вышел невероятно крутой. И в комнате стало гораздо чище и уютней. Эмма даже подумала, это из Икеи. Русалки постоянно под прицелом наглых рыбаков. На нее снова накинули сети. Хорошо, что Скай была рядом. А сеть подругам может еще пригодиться. Из нее можно сделать прикольный коврик. А то пол ледяной. Обязательно сухопутной девочке все здесь менять. Эмма после неудачных отношений с одноклассником сама не прочь сменить обстановку. Пластилин – то, что нужно. Можно слепить все, что захочется. Пока им просто нравится его растягивать. Они случайно сделали щупальца осьминога. А это уже круто. Такими темпами можно и целиком слепить. Эмма предлагает повесить его на входе. О, сосед пришел. Наверное, опять жаловаться на шум. Или на то, что его затапливают. Как не вовремя. Ему лучше было бы не видеть эту поделку из пластилина. Ой, только не надо кричать. Ну и скандалист. Русалка прорабатывает свою самооценку. Теперь на ее фоне Скай начинает комплексовать. Ей тоже хочется зеркало и косметику. Неужели подруга не поделится с ней? Это очень невежливо с ее стороны. Нельзя отказывать подруге. Теперь и Скай может полюбоваться собой. Это зеркало какое-то маленькое и невзрачное. В отличие от того, что оно отражает. Эти тарелки от ланча стоит выбросить. Или декорировать ими зеркало. Какое серьезное выражение лица. Интересненько, что на этот раз у нее получится? И это все? А, понятно. Не слишком ли много осьминогов на квадратный метр? Теперь соседа лучше не пускать. В океане много целлофановых пакетов. Скай борется за переработку пластика. Поэтому решила дать пакету вторую жизнь. И пусть эта жизнь будет ярче и прекрасней. Немного безделушек, немного блесток, немного воды. Хорошенько запаять содержимое утюжком. Получился крутой подводный коврик. О, Эмма потеряла свою сережку. Наверняка Скай, когда убиралась, видела ее. Упс, серьга уже запаяна в пакете. Так что нет, не видела. И снова в море сбрасывают мусор безответственные потребители. О глобальном потеплении ничего не слышали? Эмма совсем разошлась. Ей нужно успокоиться. А из пакетов? Ведь можно сделать красивую медузу и повесить ее как декор. Проблема с мусором решена. И Эмма вроде успокоилась. О, к русалке пришел кавалер. Еще и с цветами. Под водой они очень дорого стоят. Еще и не сезон. А может он не Кэмми, а Скай? Или его сердце принадлежит совсем другой красотке? Это ж надо было самой сделать себе конкурентку. Не каждая девушка сможет признать, что пакет красивее ее. Но как не порадоваться чужому счастью? Только сейчас русалка заметила нечто подозрительное в гостиной. Огромный перископ посреди комнаты. Скорее же загряните, что там? Для Эмма ничего интересного и ничего непонятно. Может Скай разберется с этой штуковиной? Ой-ой-ой, они что застряли в бутылке Кока-Колы? Бред какой-то. Конечно, все проще. Этикетка прилипла к перископу. Девочки успели проголодаться. А с гастрономией в подводном мире есть проблемки. Поэтому Скай заказывает еду в интернете. Буквально несколько кликов и доставщик приплыл. Неспроста у них слоган «Доставляем везде». Конкретно этот парень доставляет даже тем, кто хорошенько залег на дно. Придется отблагодарить паренька за оперативность щедрыми чаевыми. Ну ты транжира, Эмма. Скорее бы поесть. Эй, сэндвич весь промок. Фу. Эму это не смущает. В подводном мире все мокрое. Обжора «Русалка» решила немного вздремнуть. Волны так убаюкивают. Здесь постоянно хочется спать. И кошмары никогда не снятся. Это что, дождь? Неужели это все приснилось, Скай? Она и сама могла догадаться. Русалка, подводная лодка, осьминог, медуза. Откуда тогда у нее этот браслет? Все-таки это не сон. Где же Эмма? Эй, подруга, давай поплаваем вместе. Моника и Эмма совсем заскучали, когда энергичная Скай принесла новость об открытии аквапарта. Радости девушек не было предела. Они ждали этого с прошлого лета. Нужно срочно подобрать наряды для соблазнения красавчика-спасателя Джексона. Так они соблазнят разве что снеговика. Но даже он сейчас плавает в бассейне. А эти капуши все еще на исходной. Что там по билетам, Скай? В смысле, их больше нет? До конца лета? Ну, спасибо. Все планы на лето придется придержать на следующий год. Подруги почувствовали свою вину перед ней и решили все исправить. Как насчет аквапарка прямо в гостиной? Вода такая холодная, что стук ее зубов напоминает парад барабанщиц. Странно, она сама так горяча, что вода должна закипеть и испариться. Сейчас подруги все исправят. Поддай немного жару, Скай. Вот теперь другое дело. Бульончик из Эммы никто не хочет отведать. Похоже, Скай немного перестаралась. Чайник закипел и подает сигнал. Отлично, как раз захотелось немного чая с бергамотом. Вкус вареной Эммы добавляет изысканности. Скай нравится, это нужно запатентовать. Вся лента Инстаграма забита фото с курортов и аквапарков. Да уж, если запостить бассейн в гостиной, это рискует стать мемом. Досадно. У всех подписчиков фото в аэропортах, под пальмами и с красавчиками-спасателями. Скай знает, как все исправить. Крышка для унитаза в качестве иллюминатора? Подруги подняли ее на смех, не дав договорить. Моника сама решила все исправить. Ей не раз приходилось выкручиваться из подобных ситуаций. Фото на фоне нарисованной саванны это может сработать. Тут же появился хейтер в комментариях. Но что за люди? Откуда в них столько злости? Моника не любит плавать. Ее тянут к одной сережке. А вот позагорать на шезлонги с коктейлем это прям про нее. Но шезлонги не любят пустовать. Скай заняла его первая. Ну и пусть. Краска еще не успела высохнуть. Ой, посмотрите, у нас тут настоящая зебра. Эмма такая неряха. Весь бассейн теперь в чипсах. Обжоре нужно быть аккуратней. Плавающий столик – то, что нужно. Бесконечное удовольствие как-то быстро закончилось. Скай переживает за фигуру подруги и решила спасти ее от лишних калорий. Не благодари, подруга. Чипсы в заложниках были недолго. Моника слишком много смотрит сериалы про копов. Она знает, как обойтись без жертв. Скай собралась поплавать, но не тут-то было. Эмма считает, что для нее это может быть опасно. Там глубоко, и она плохо плавает. А круг больше нужен как раз Эмми. Зачем бассейн, если в нем не разрешают плавать? Несправедливость! Скай вспомнила про детский бассейн. Он, конечно, маловат, но за него ее точно никто не упрекнет. В ее кроксах осталось столько океанского песка после прошлогодних каникул. Он может пригодиться для атмосферы, а может и не только. Песочный бассейн, прям как мини-пляж. Ой, она что-то нашла. Это же драгоценный камень. Вот так удача. Шлепать шлепками на пляже оказывается выгодно. Краска на шезлонге высохла. Значит, можно насладиться отдыхом. Моника всегда обгорает на курортах. Но в гостиной от лампочки шансов загореть немного. Это нужно срочно исправлять. Промышленный прожектор в форме солнца идеально. Вот теперь она сможет похвастаться тропическим загаром. Моника даже слишком близко к солнцу. На ней хоть омлет готовь. Ой, именно это и делает Скай. Как насчет костов? Чуть подгорели, не беда. Ой, сковородка, то есть Моника, проснулась. Она в шоке от наглости подруги. Скай добрая. Она всегда готова поделиться едой. Теперь все честно. Учитывая собственный опыт, Моника нанесла два тюбика крема на Эмму. А Скай решила заработать на экскурсии. Почему бы и нет? Какой-никакой досуг все-таки. Бассейном их не удивишь. Они его и притащили сюда. Горка уже интересней. А вот вольер с обезьянами – это настоящая интрига. Так, с зеркалом шутка смешная, но обидная. Скай придется вернуть деньги. Денег нет, есть только банан. Курорт без бара – не курорт. А бар в гостиной и вовсе мечта любого. Самое время его построить. Немного труда, и барная стойка готова. Еще немного декора, и вуаля. Но есть ли в этом всем смысл без понимающего бармена? Конечно, нет. А бармен есть. Чего пожелаете? Тропический коктейль – легко. Скай посмотрела видео на Ютубе, и теперь она профессионал. Как уверена, она смешивает ингредиенты и орудует шейкером. Чуть не забыла про лед. Впечатляет. Упс, что-то пошло не так, и шоу барменов превратилось в комедийное. Нужно еще раз посмотреть то видео. Мама Эммы вернулась с работы. Бассейн – это, конечно, наглость. Но то, что она без шапочки плавает – это уже перебор. В городском бассейне она однажды вынырнула лысой. И повторять этот опыт не стоит. Либо шапочка в бассейне, либо шапочка, пока не отрастут волосы. И это касается всех. Когда Моника была на Карибах, она научилась аквагриму. Пора применить свои навыки. Если не сейчас, то когда? Вау, получилось красиво. У нее талант. И немного себе красоты сделала. Скай таким не удивишь. Она не была на Карибах, но ее дядя бьет татуировки байкером. Это проще простого. Посмотрите, как сияет солнце на ее запястье. Напишите в комментариях, чей рисунок вам нравится больше. Водный тир. Вот что по-настоящему весело. Девочки вооружены и опасны. Еще очень красиво, разумеется. Интрига накаляется. Эмма уже жалеет о выбранном оружии. А у Моники здорово получается. Это не честно, по мнению Эммы. Выстрел в судью – это нарушение. И немедленная дисквалификация обеих участниц. Прыжки в бассейн, опасность и грация слились в страстном танго. Судьи неоднозначно оценили прыжок Эммы. Сейчас Моника покажет, как надо. Она называет это цунами любви. Судейские решения снова спорны. Скай готова удивлять. Ее однажды родители забыли в батутном центре на выходные. О прыжках она знает все. Смертельный номер без подстраховки. Слабонервным просьба не смотреть. Упс, она пробила потолок и оказалась в вентиляции. Это и вправду было неожиданно. Девочки заслужили выпить холодного лимонада. Скай за стойку они больше не пускают. Лучше уж сами. Но она пришла продегустировать напитки. О, это слишком кисло. Лицо Скай так сморщилось, что она стала похожа на свою бабушку. Наверное, стоит добавить сахара и побольше. В лимонад Скай так и не добавили. Вот эгоистки. Ну а что, сладкая жизнь – это не для всех. У девочек собралась гора грязной посуды. И мыть ее, конечно же, придется младшей. Это не честно. Она тоже хочет плавать. Поэтому и решила совместить приятное с полезным. Хорошо, что ей не сказали помыть полы. Скай заботится о своей коже. Да так, что весь лосьон уже израсходовала. На Эмму не осталось ни капли. Нужно что-то придумать. Подруга не должна обгореть. Ей потом с ней вместе ходить по улице. Откуда в гостиной столько мух? И почему они все интересуются Эммой? Может, Скай знает причину? Она может и знает, но не скажет. У нее-то все ок. Окей, Эмма сильно удивилась в пустой банке от майонеза. Теперь понятно, откуда мухи и чем ее намазала подруга. Стоило Скай немного расслабиться, как подруги решили скинуть на нее всю глажку. Она должна понести наказание за свои шуточки. Правосудие для всех и иногда даже для подруг. Пока они развлекаются в бассейне, бедняжка, как золушка, делает их работу. Если тыкву можно превратить в карету, то гладильную доску в серф. Еще проще. Вещи по-прежнему мятые, но зато Скай счастливая. Лови вону, подруга. Любимый фрисби растекает воздух. Он не может определиться, чьи руки нежнее, Эммы или Моники. Если без абсурдного романтизма, они просто играют. Но гостиная для этого не самое удачное место, как и голова Скай для люстры. Теперь про нее можно говорить светлая голова. Свежие фрукты. Оазис посреди гостиной. А для кого-то постоянная работа. Никто не ждал гостей, а они пришли. Девушки взбудоражены. Это опять пранк Скай с сотней пицц и полицией? Нет, это туристы. Заинтересовались новым курортом. Запахло хорошим заработком, и Моника оживилась. Самое время для экскурсии. Деньги вперед и никаких возвратов. Курорт основан одной красоткой и двумя обезьянами, с которыми она была вынуждена дружить. Текст придется подкорректировать. Эмми и Монике. Сейчас главное – довольные клиенты. Хотя кого я обманываю? Главное – деньги. Это место будет популярней Коста-Рики. Хэштег – оазис в гостиной. Родители-миллионеры уезжают в кругосветный круиз и просят Ника присмотреть за младшей сестрой. Весь дом теперь в их распоряжении. И они уже успели поругаться за ключ от сейфа. А если вам интересно, что будет дальше, жми лайк под этим видео прямо сейчас. Старший брат уже добрался до заветной цели и использует обманный маневр для сестренки. Ника берегает свой чемодан с деньгами и думает, как бы их спрятать от Дженни, чтобы купить заветную игровую приставку. И он решил спрятать его в бассейне на самом дне. Но Дженни почуяла запах денег даже сквозь воду. Неплохой улов для подводной охоты. Ник заметил пропажу и решил усилить охрану своего состояния. Дженни панически боится собак, тем более подводных. Теперь денежки Ника в безопасности. Сестра снова пытается незаметно стащить пару купюр из подводного клада. Но вот сюрприз. Подводная собака. Ник загорает на матрасе, не сводя глаз с младшей сестренки, которая уже приготовила Нику ответный удар. Заточенный напильником биткоин легко потопит корабль брата. Залп! И судно потерпело крушение. Такого Ник не ожидал. Дженни радуется своей победе, но, похоже, брат и вправду тонет. Спасательная доска, но она слишком дешевая для сына-миллионера. Это не его уровень. Ник затеял чистку бассейна от всякого мусора. Вы только посмотрите! Золотые слитки! Как они там оказались? Дженни не верит своим глазам, а Ник стал еще богаче. Вот так просто с очком из бассейна можно достать состояние. Дженни решила тоже попробовать. О, она что-то поймала. Это попыт и даже не золотой. Она заподозрила очередной обман от старшего брата. Так и есть. Очень смешно. Ник бесконечно может пересчитывать деньги. Это его антистресс. О, нашел что-то новенькое. Золотой биткоин. Дженни снова учуяла легкую прибыль и требует брата поделиться. Но Ник такой же жадный. И Дженни предлагает посадить биткоин в саду, чтобы вырастить огромное золотое дерево с целой кучей биткоинов. Ник не верит сестре, но на всякий случай хочет проверить эту сказочную легенду и стать сказочно богатым. А Дженни пока присмотрит за деньгами. Ник нашел идеальное место для своего золотого дерева. Зерно посеяно. Осталось дождаться урожая. Но вот Дженни на этом месте он никак не ожидал. Она раскапывает монету. Как же легко она провела брата. Ник в шоке. Он уверен, что его золотое дерево уже проросло. Нужно теперь тщательно поливать перспективный источник дохода. Ребята решили поиграть в бадминтон. И у них здорово получается. Но Дженни не терпится вновь провернуть франк. Как насчет заменить обычный валанчик на золотой? Подача прямо в глаз Ника. Наверное, очень больно. И будет синяк. Но почему-то синяк золотой. Нику даже нравится. Он просит бросить и в другой глаз. Этот парень проголодался и решил перекусить шоколадом. Пока родителей нет, можно есть одни сладости. Ник забыл где-то свой смартфон. А Дженни тут же улеглась на обед брата. Теперь Ник уверен, что Дженни съела его золотую шоколадку. Она с обвинениями не согласна. Но погодите, в чем это она измазалась? Случайные пранки тоже бывают. А настоящие будут, Ник? Самое время протестировать новый серф. Он прогоняет сестренку, чтобы не мешалась. Дженни не нравится такое отношение, что он себе возомнил. Похоже, у Дженни есть план мести. Что-то Ник совсем не держится на доске. Он буквально скользит по ней и совсем не по волнам. Ну, конечно, эта Дженни натерла доску кремом от загара. И себя, кстати, тоже натерла. Как же весело прыгать на батуте. Дженни тоже хочет повеселиться. Но Ник не уступает вредной сестренке, потому что он и сам вредный. Дженни снова готовит месть жадному братишке. Она слишком натянула батут. Даже слишком-слишком. О, Ник что-то нашел. Это же лунный алмаз. Наверняка он стоит кучу денег. А Дженни спокойно развлекается на батуте, пока брат покоряет космос. А вот и Ник. Эффектное возвращение еще и с космической находкой. Дженни собирается на свидание к своему крашу. На всякий случай берет побольше косметики. Ник решил пранкануть сестренку. Косметика, по его мнению, ей не пригодится. У него есть идея получше. Тяжелые золотые слитки отличная замена. Ого, теперь эту сумочку не поднять. Но для настоящей любви нет преград. Дженни с легкостью забирает сумку. А вот и Нику позвонила подруга и предлагает встретиться. Он надел свою самую модную одежду. Дженни хочет обнять его на удачу, а заодно и прикрепить дешевый ценник ему на куртку. Ник, ничего не подозревая, отправляется на свидание. Он сразу решил показать подруге, что он богач. Но ценник с распродажи не впечатлил его девушку. Ник не знает даже как оправдаться. Свидание испорчено. И его репутация в колледже тоже. Ник в очередной раз пересчитал свои деньги и может спокойно расслабиться под солнышком. И сестренка не может упустить такую возможность. Теперь он будет стесняться своего загара. Да уж, зря он пресс качал. Теперь никому его не покажешь. А Дженни нравится, но карма вновь ее настигла. Ребята загорают на лужайке. Главное не обгореть. Ник просит Дженни помочь ему с кремом. Добрая сестра с радостью соглашается. Но совершенно случайно перепутала крем с клеем. Упс. Они по самое время перевернутся. И похоже это последний переворот. Теперь ник часть ландшафтного дизайна. Дженни игнорирует его крики о помощи. Она его совсем не замечает и поливает как газон. Ник в куче долларов находит евро. Ему они ни к чему, а у Дженни на них аллергия. Ник делает вид, что не знал об этом. Такой актер и без Оскара. Он специально машет веером из евро возле Дженни. Она забыла свой кошелек. И, конечно, коварный Ник подкладывает туда евро. А вот и доставка пиццы. Нужно рассчитаться. Но никак не расчесаться. Курьер доволен чаевыми. А у Дженни приступ аллергии. Ник пранканул сестренку. Дженни обожает играть в приставку. Она просит брата составить ей компанию. Вызов принят. Ник нацелен утереть нос самоуверенной сестре. Но Дженни слишком хорошо играет. И у Ника нет никаких шансов ее обыграть. Разве что использовать чит-код. Это его единственный шанс. Главное не перепутать порядок клавиш. Ого! Ничего себе чит-код! Победа любой ценой! И благодаря коварству и хитрости Ник обыграл Дженни. Игра утомила Ника и он даже не заметил как уснул. Но заметил попытку кражи ключей. Теперь они сражаются в реальной жизни. Как далеко это может зайти? Настоящее противостояние брата и сестры за заветные ключи. Что же теперь будет? Им здорово достанется от родителей, которые как раз и поймали ключи, проходя под окном. Самое время показать детям, что хранится в том самом сейфе и закрыть этот вопрос раз и навсегда. Конечно, там фото Ника и Дженни, ведь они самое дорогое, что у них есть. Теперь ребятам даже стыдно за свое поведение. Ну и конечно, родители предусмотрительно забрали перед отъездом все деньги из сейфа. Понравилось видео? Ставь лайк и подпишись на канал.